В России сегодня отмечают День археолога. Это неофициальный праздник всех научных сотрудников, которые посвятили жизнь поискам древностей. Накануне знаменательной даты мои коллеги посетили Пустозерское городище. Раскопки под руководством московского археолога на Богородичном мысе группа ученых проводит не первый раз. Мы узнали, что удалось найти исследователям за неделю работы. Сейчас глубина раскопа всего один метр. Продвинуться в недра еще на два планируют до конца сентября. Сегодня на поверхности уже можно увидеть строение XVIII века. По мнению археологов, они наткнулись на угол жилого дома или бани. Пока сказать точно невозможно. Еще ниже, под слоем грунта, историки планируют найти фундамент храма введения Пресвятой Богородицы 1730-х годов постройки. Одну его сторону обнаружили в прошлом году. Большинство людей, исследователи считали, что остатки храма уже ушли в озеро, и его не осталось. Но мы на всякий случай заложили раскоп и попали прямо на фундамент, мощный фундамент этого храма, который относится, этот фундамент относится к первой, вернее, ко второй, третьей XVIII века. Общая площадь раскопа – 32 квадратных метра. Как говорят археологи, этого недостаточно, чтобы исследовать территорию должным образом. Раскоп на 100 квадратов сейчас непозволительная роскошь. Объем работы зависит от финансирования Федерального министерства культуры. Но даже в ограниченном пространстве удается найти интересные вещи. Вот такой вот донцы у него видно, деревянные. Он был примерно вот таким, с крышечкой. Ну вот осталось вот это вот. Сохранить деревянные, тканые и кожаные изделия в культурном слое позволяет многолетняя мерзлота. Она же и затрудняет проведение раскопок. Поэтому самостоятельно сотрудники местного музея работать здесь не могут. Признаются – опыта недостаточно. В археологии так с кондачка ничего не решается. И для работы на памятнике федерального значения нужно иметь солидный опыт работы именно с опытными археологами. Вот как Илья Борисович. Многие находки продемонстрируют посетителям Пустозерского музея. Но будет это еще не скоро. То, что удалось найти сейчас, сможет появиться на витринах лишь через несколько лет. Ведь работа археолога – это не только проведение раскопок, но и изучение найденных материалов. А их в Пустозерске достаточно. Екатерина Гончарова, Сергей Качегов, Телеканал Север.